Мы в прошлый раз доказывали, что у вас синтетическая функция распределения для ряда парея есть х. Вот сейчас мы можем эту теорему доказать еще раз в качестве следствия Лерны 2. Что будет, если мы здесь покинем целую часть? Что будет, если мы подставим х равно единице сначала, Которая, мы знаем, что равняется фигула. Правда? Общие качества. Срава единице. Целую часть. Прекрасно, да? Когда эта формула встречалась раньше? Встречалась она. Надо и мюн расписать как сумму, и она встречалась. Она встречалась в доказательстве асимптотики вот этой вот. Если мы мюн запишем вот так вот, Эта формула сначала будет доказательство асимптотики. А при произвольном из, давайте мы теперь, жопись, напишем без целой части. Плюс папы вверх. Плюс папы вверх. Во-первых, главный член, ну, есть. Видите, если я вот этот вот вид вытащил до стопки, то получается то, что мы вернули. Правда? Правда? Да. Но! Это может сделать выражение вот в этом поле, в котором мелочи нам погрешли. Давайте подумаем, из какой мы были формы погрешности. Если мы заменяем целую часть на число, то мы теряем где-то величину. Порядка единиц. Не больше единиц. Не больше единиц. Мюн большой. Величина то ли положительная, то ли отрицательная. Она сумма семерных. Но в любом случае, по-моему, это не превосходит все цели. Поэтому погрешность будет не превосходить. Значит, тут мы погрешили до единицу. Да? Тут вот эта штука всегда не превосходит. Ку разделить на Д. И тут будет сумма по Д от единицы до Ку. Это величина порядка Ку логарифма. Ку плюс один. О том, что она порядка логарифма. То есть, слагаемая на Д, Д порядка логарифма, у нас обсуждение было в прошлый раз. Так что мы еще раз доказали вот такую фу Ку. Плюс О большое от Ку. Вот это фу Ку. Ну и поскольку Фи от Ку. Мы все-таки знаем, что Фи от Ку по порядку величины это Ку квадрата. С таким множителем. Ой, три на Пи квадрат, извините. То ясно совершенно, что Ж. А Ж это Ж. Что Ж от Х на Фи Ку. При Ку стремящейся бесконечности стремится Х. То есть, вот еще раз мы столкнулись с нашим свидетелем, что она на самом деле равна. Хорошо. Я вспомню, что основная моя цель это доказать вот это утверждение в предположении того, что на самом деле средние значения, по-симому, то есть маленькие. Вот здесь мы пользуемся стереальным, а если у вас пользуемся стереальным утверждением, то у нас оказывается наша цель.